Итоги недели 23 февраля вся страна отметила один из дней воинской славы России – День защитника Отечества. Эта дата была установлена федеральным законом, принятым в 1995 году. Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками Кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали днем рождения Красной армии. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной армии. Позднее, 23 февраля, ежегодно отмечался в СССР как Всенародный праздник, День Советской армии и Военно-морского флота. Впрочем, независимо от названия, в этот день всегда чествовали настоящих мужчин, защитников своей Родины. Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня, чествование ветеранов, возложение цветов к памятным местам. Мы, Окружной Совет ветеранов, просто обязаны в этот день вас поздравить с этим праздником. Мы всегда вас помним, ежедневно помним. Игнатий Васильевич Марков – участник Великой Отечественной войны. В 18 лет он ушел на Северный фронт, где служил в тяжелой артиллерии в роте разведки 25-й Чапаевской дивизии. Но Игнатий Васильевич не только ветеран войны, но и ветеран труда. По окончании войны более 30 лет проработал на звероферме колхоза «Харп». Игнатия Васильевича благодарят за все – и за великую победу, и за вклад в развитие округа в послевоенные годы. А Игнатий Марков – неутомимый труженик и оптимист – в свою очередь шлет свои пожелания всем мужчинам Ненецкого округа. Игнатий Васильевич и сам живет по этим законам. За это его имя абсолютно заслужено, внесено в Архангельскую областную книгу трудовой доблести и книгу почета колхоза ХАРП. Сегодня Игнатию Васильевичу Маркову идет 92-й год. Он и по сей день живет в родном поселке Красное. Накануне Дня защитника Отечества свой личный праздник, день рождения, отметил ветеран Великой Отечественной войны Василий Петрович Самойлов. Ему исполнилось 93 года. Теплые слова и сердечные поздравления в адрес именинника направил губернатор Игорь Кошин, пожелав имениннику крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни. На минувшей неделе Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Президент также распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования юбилея Сталинградской битвы. Его председателем назначен вице-премьер Дмитрий Рогозин. Дорога на Сталинград стала для немцев, как они сами говорили, дорогой смерти. Сталинградская битва длилась 200 дней с 17 июля 1942 и завершилась 2 февраля 1943 разгромом немецкой группировки. Эта военная операция стала одной из переломных в Великой Отечественной войне, означавшей неизбежность поражения Германии. Красная армия под Сталинградом остановила победное шествие немецко-фашистских захватчиков, которые рвались к нефтяным районам Кавказа и плодородным землям Кубани. Победа. Кажется, весь смысл жизни вложен теперь в это слово. Сталинград был закатом немецко-фашистской армии. После битвы на Волге началось массовое изгнание оккупантов из советской страны. Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории. Свой вклад в общую победу внесли и жители Неницкого округа. Точного количества участников Сталинградской битвы, ушедших из Неницкого округа, мы назвать не можем. Однако известен ряд имен. Это в первую очередь выпускники и учителя средней школы. Сегодня школа номер один. Например, Павел Русинов, 1924 года рождения. Капитан школьной сборной по футболу, спортсмен, который хотел стать моряком, но судьба распорядилась иначе. И Павел участвовал в Сталинградском сражении, погиб 22 сентября 1942 года, недалеко от Сталинграда. Среди воинов, ковавших победу под Сталинградом, и учитель физики Николай Москвин, погибший в сражениях в декабре 1942-го, и Петр Рочев, выпускник первой школы, был ранен, но выжил и вернулся в родной округ. Это далеко не все имена наших земляков, тех, кто принял участие в самом кровопролитном сражении в истории человечества. Кому-то суждено было пасть на полях сражений, но их память будет жить вечно. Всего же, по приблизительным подсчетам историков, потери нашей страны в битве под Сталинградом превысили миллион человеческих жизней. Принуждение к труду или воспитание дисциплины и порядка. Госдума предложила разработать закон о трудовом воспитании, который поддержала министр образования и науки России. Своё согласие на возвращение в школу сельских бригад, работу на приусадебном участке и уборку школьных помещений Ольга Васильева высказала на Всероссийском форуме взаимодействия семьи, школы, советов женщин в гражданском и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Двадцать шесть сантиметиков. Вы откладываете по какой линейке? По какой линейке? Масштабно. Навыки построения выкроек для одежды девочки приобретают с пятого класса. Сначала шьют прихватки и фартуки, затем более сложные изделия, юбки, блузки или форму для выпускного. Учатся работать с мехом, сукном, выжигают по дереву. Одна четверть в году обязательно уделяется урокам кулинарии. По словам учителя технологии со стажем 32 года, уроки трудов в школе – это база трудового воспитания. Порой девочки спорят со мной, что зачем нам это нужно. Но вы сейчас уже сами повзрослели и чувствуете, что действительно без уроков-технологии никак нам не обойтись. Посмотрите, наш предмет, потому что связан и с биологией, и с химией, если внимательно просто задуматься, да, и с математикой. По мнению Нины Глушковой, полученные на уроках знания пригодятся в будущем. Элементарные умения пришить пуговицу или скроить юбку помогут в домоводстве. За идею полезного трудового воспитания, когда ученик в силах справиться с бытовыми задачами, выступает министр образования и науки. Неоднократно Ольга Васильева высказывалась за возвращение в российские школы практики, когда сами дети ведут работу на пришкольных участках и убирают классы. Мы должны вернуть работу на приусадебных участках, которая была всегда. Мы должны вернуть уборку помещений школьных, которая никак не граничит с угрозой жизни и здоровью школьника. Мы должны вернуть прежде всего ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет. Сегодня привлекать учеников к уборке класса и работе на школьном огороде запрещается законом об образовании. В статье 34 пункте 4 говорится, привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей или законных представителей к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. Отсюда в российскую школу пришли новые правила. Согласно им, учащийся не может мыть полы в классе, помогать в благоустройстве школьного двора или выращивать овощи в пришкольной теплице. Ведь когда-то это было нормой. В советской школе трудовое воспитание рассматривалось как неотъемлемая часть образовательной программы. Ребята не только отвечали за чистоту в классе, но и делали косметический ремонт школы, регулярно участвовали в субботниках, ездили на поля убирать урожай. Никто из школьников не желал слыть тунеядцам. Это слово было большим оскорблением, а поговорка «кто не работает, тот не ест» была самой распространенной и даже содержалась в Конституции 1918 года. За трудовое воспитание выступали философы и гуманисты. Ведь последний формирует свободного гармоничного человека. Жан-Жак Руссо предлагал привлекать детей к сельскохозяйственному труду и различным ремеслам. Он утверждал, овладение профессиями обеспечивает человеку материальную независимость. Сен-Симон и Фурье писали, основная задача воспитания – подготовить молодое поколение к успешной трудовой деятельности, обеспечить его всестороннее развитие. Главное в этом деле – соблюсти баланс, считают психологи. Заставлять учеников мыть лестницы в школе и красить стены – задача технического персонала. А задача трудового воспитания – вырастить не потребителя, а созидателя – человека, который сможет обслуживать себя самостоятельно. У нас сегодня ребенка обслуживают все. Обслуживают родители, как только ребенок рождается – бабушки, дедушки, няни на современном этапе нашей жизни. Потом обслуживают нас воспитатели, потом в конце концов обслуживают у нас педагоги. То есть все социальное окружение. Здесь, наверное, надо рассматривать более широко. Это не тот физический труд, о котором так сегодня много говорят при общении к физическому труду. Это же может рассматриваться как волонтерское движение. Пожалуйста, помощь нуждающимся. Чтобы это были не акции, а это была постоянная работа. Не ради того, что тебя поблагодарили, а это должно войти в норму, делать добро людям. Это тоже труд. Активисты педагогического сообщества предложили внести поправки в закон об образовании. Они позволят разделить понятие труд по самообслуживанию и общественно полезный труд. Сегодня идет работа над методическими рекомендациями для каждого образовательного учреждения страны. Планируется, что уже в 2018 году в российские школы начнут возвращаться добрые традиции трудового воспитания. Ирина Нежалова, Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Не снижать качество образования в условиях сельской школы и сохранить достойную оплату труда учителя. Об этом говорили педагоги школы села Великовисочное на встрече с руководителем Департамента образования, культуры и спорта. Илья Ивангин посетил одну из самых крупнейших сельских школ и рассказал об особенностях новой системы оплаты труда работников образования. Первый и третий классы ходят на уроки физкультуры вместе. В двух группах обучаются всего семь человек. Нагрузку получают согласно возрасту. Старшие приседают 30 раз, младшие 15. А вот в пионербол учатся играть вместе. Правда, две полноценные команды собрать не получается. Приходится играть неравными силами. Учитель физкультуры, а в недавнем прошлом директор школы Евгений Канев говорит, с каждым годом количество первоклассников уменьшается. Из-за этого классы приходится совмещать, что ведет к снижению нагрузки. Так, совмещенные уроки физкультуры первого и третьего классов – минус три рабочих часа для учителя. Сегодня практически все педагоги работают на полторы ставки, чтобы получать приемлемую для села заработную плату. Но после введения новой системы оплаты труда, сохранить прежний уровень не удается. Сельские эти наши пресловутые, которые стали начислять только на пол. Неважно, сколько я веду, получается, сейчас я получаю определенную сумму только с оклада. Веду я 25 часов, а только за 18 я получаю, как будто я работаю в селе. Все остальное, как будто я работаю в городе. Особенности новой системы оплаты труда стали главной темой на встрече с руководителем Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Илья Иванкин рассказал, что по новой системе оплаты труда работают уже все образовательные учреждения России. Ненецкий округ присоединился к регионам в числе последних. Вот у вас школа сельская, она малокомплектная. У вас ограниченное количество детей, меньше сотни, по-моему, у вас обучается. Понятно, что если школа является малокомплектной, то там зарплаты будут чуть ниже по сравнению с теми зарплатами, которые имеют городские школы. Потому что с этого года округ перешел на нормативное душевое финансирование. Чем больше детей в школе, тем больше зарплаты педагогов. В ответ на разъяснение педагоги сетуют. Условия жизни сельского и городского учителя кардинально отличаются. Приходится каждый день топить печку, есть проблемы с питьевой водой. Дорога в Наринмар обходится в 3000 туда-обратно. Сегодня школа не испытывает проблем с кадрами. Учителя приезжают работать из Наринмара, Архангельска, Краснодара и Белгорода. И, как говорят сами учителя, многие останутся работать и при сниженных заработных платах. Чего, конечно, бы хотелось избежать. Илья Иванкин объяснил. Сегодня финансовое положение округа таково, что средняя заработная плата снижается по всем отраслям. В том числе в органах государственной власти. А увеличивать заработную плату можно за счет стимулирующих выплат. У вас практически весь стимулирующий фонд уходит на стажилы. Такого нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Все-таки надо стимулировать и повышение квалификации. Надо каким-то образом поощрять молодых педагогов. Также на собрании озвучили давнюю проблему школы. Уже который год не выделяются средства на участие школьной команды в городских и окружных соревнованиях. В прошлом году Евгений Канев вывозил детей в Наринмар за свой счет. Самостоятельно организовал проживание и питание. В этом году потянуть такие расходы уже не сможет. Но понимает, ребятам нужно оценить свой уровень на городской площадке. Илья Иванкин пообещал узнать о возможности выделить в школе средства на ближайшие соревнования. Они начнутся 20 марта. Изучить проблемы изнутри. Депутаты окружного собрания посетили тепличный комбинат «Солнышко», чтобы понять, с какими проблемами на сегодняшний день приходится сталкиваться аграрием. Особая беспокойность у них вызывает новая котельная, которая не позволяет увеличить объемы урожая. Чтобы лучше понять проблемы предприятия, иногда необходимо приехать на место, что, собственно, и сделали депутаты окружного собрания. Накануне они посетили тепличный комбинат «Солнышко». Одна из главных проблем, которая на сегодняшний день существует на предприятии – новая котельная, которая так и не была введена в эксплуатацию. По словам директора Нинецкой агропромышленной компании Анатолия Чудочина, котельная смонтирована, но в эксплуатацию не введена. Работы по реконструкции котельной тепличного комбината «Солнышко» должны были завершиться еще в прошлом году, но на календаре уже февраль 2017-го, а котельная так и не запущена. Чтобы не заморозить оборудование, в конце прошлого года предприятие вынуждено было закупить электрокотел. Теперь к предприятию приходят огромные счета. Мы только поставим электрокотел, мы это потянем. То есть обогреваем? Она не разморозна. Саму хотели? Саму хотели. Она должна греть? Чтобы оборудование сохранить. По месяцу сколько у нас? Где-то 1150 электроэнергии. Ну, лично 150 тысяч. По году, значит, понятно. Где-то миллионов 10. Ну, летом, конечно, меньше будет. В летний период мы можем ее закрыть, когда будет прессовая температура. Сегодня, в мае месяце нам все равно придется отапливать. Депутат Андрей Ружников назвал такое использование средств неэффективным. Предприятие вынуждено было закупить электрокотел и отапливать. И это очень дорого. И теперь все счета выставляются стройзаказчику. И стройзаказчик оплачивает. Вот это и есть неэффективное использование средств. Из-за стройзаказчика не запустили котельную. Планировалось, что новая котельная позволит предприятию достроить большую теплицу и, как следствие, увеличить объем урожая. По словам Анатолия Чудочина, осенью за счет собственных средств тепличный комбинат планирует перейти на новую технологию выращивания овощей и зелени. Грунт заменят на специальные маты. Таким образом, объем урожая увеличится на 20-30%. Еще одна проблема, с которой сталкиваются агрария и закупки. По словам руководителя тепличного комбината Галины Чебыкиной, раньше продукцию «Солнышко» закупали все детские сады и школы города. Сейчас ситуация поменялась в корне. Потому что, посмотрите на сегодня, бюджет как с нами работает. Два-три садика. Если раньше мы все, весь детский сад, школы закрывали своими овощами. Не в этом году, а в последние годы. Два-три сада с нами работают, остальное все на привозном. И мы слышим со стороны отзывы, какие огурцы, какие овощи им привозятся. Сейчас весь ассортимент овощей объединяют в один конкурс. Поскольку в теплицах «Солнышко» выращивают только огурцы, томаты и зелень, предприятие не может конкурировать с другими поставщиками. Вот и получается, что наш производитель остается неудел. Анатолий Чудочин предложил вернуться к договорам, как это было раньше. Еще один вопрос, который обсуждался в ходе визита парламентариев, зарплата сотрудников тепличного комбината. Директор Нинецкой агропромышленной компании отметил, что ее повышение возможно, если увеличится объем урожая. А это напрямую зависит и от новых площадей. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Его называют чудаком и иногда в шутку собирателем земли русской. Но задача, которую поставил перед собой Вячеслав Черемискин, совсем не шуточная. Он является автором уникального арт-проекта под названием «Россия – наш общий дом», который уже поддержали тысячи россиян со всей страны. С интересным человеком пообщалась наша съемочная группа. Тут если какой-то жучок, паучок появится, я уже тоже заберу. Пускай там живет. Несмотря на почти 35-градусный мороз и промерзшую землю, Вячеславу Черемискину с легкостью удается добраться до слоя почвы. И это неудивительно, ведь его руками собрана земля с 80 регионов России. Именно столько житель Севастополя объездил для того, чтобы воплотить главную идею жизни. Более 6000 километров ради кусочка земли пришлось преодолеть автору проекта «Россия – наш общий дом» Вячеславу Черемискину. Скоро эта маленькая горсточка земли станет частью большого мемориала. Уникальный мемориал под названием «Россия – наш общий дом» Вячеслав Черемискин, которого в шутку называют «собиратель земли русской», планируют установить в каждом регионе. Пришла идея такая, что очень просто все. Не надо ничего придумывать, надо взять все как есть. Взяли карту России на полусфере. С каждого региона взяли землю, в каждую эту ячейку, административную делится, допустим, Брянск, Брянская земля, Магадан, Магаданская, Красноярская, Красноярская. Потом берем по 3 килограмма землю, смешиваем со всех регионов, сажаем березу России, как осязаем образ единства. И кто бы с нашей страны не был, кто бы не обнял ее, ну единство, понимаете. Символ России березка будет установлена на 60-метровой площадке в форме круга, в котором будет находиться металлическое панно с очертаниями карты нашей страны. В контуры каждого региона заложат подлинную землю, привезенную из этого края. Также на территории мемориала планируется поставить информационный стенд со справкой о каждом регионе. Название города, численность жителей, достопримечательности, реки и озера, а также важные даты. Кстати, о каждом регионе можно будет не только прочитать, но еще его и услышать. Ну вот представьте себе, композиция стоит, допустим, в Москве, и люди в Москве стоят и смотрят, значит, да. И в это время заиграл гимн Нарьянмара, и радио говорит плавненько, постепенно, значит, уважаемые москвичи, гости города, значит, сегодня в Нарьянмаре день региона. Еще здесь, знаете, аспект какой? Допустим, человек с Нарьянмара уехал, предположим, в Москву или в Брянск, или еще куда-то, да, и его со своей родной землей, ну, в принципе, звонки из дома, ну, может, какие-то еще чего-то, он будет знать, что его родная земля, частичка его родной земли, в общем-то, рядом находится. Даже если это в Москве или также в Брянске, и также, как, допустим, Нарьянмаре будет стоять в перспективе. Я уверен, что этот проект, он будет по стране шагать. Проект уже успешно шагает. Страницы информационных сайтов пестрят сообщениями об остановках собирателя земли русской, в городах Кавказа, Сибири, Дальнего Востока и в европейской части нашей страны. Арт-проект получил всенародную любовь. Уже сейчас ему добровольно помогают сотни россиян в разных уголках нашей необъятной страны. Но кроме единомышленников, путешествуя на своем маленьком автобусе по областям и регионам, Вячеслав нашел и сотни новых друзей. Вот на дороге встречаете таких часто, да, людей, помогаете? Мимо ни одной машины не проехал, ни одной. Вот все, кто стоит, всем останавливают. Надо, не надо, кому-то ничего не надо, просто воды дашь, хлеба дашь, там, чего угодно. И вот почему сейчас люди перестали, так сказать, вот это вот людям, как-то мимо все едут. Я говорю, хоть остается кто-нибудь. Вот бывает летом, бывает, вот люди сидят, просто воды нету. Ну, элементарно там, да. Такие случаи разные, разных их очень много. У меня их тысячи. Вот же, у меня здесь, да, вот журнал, я потом в интернет выкладываю. Вот здесь вся страна. Вот так. Все здесь. На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok